МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на НТВ программа сегодня в студии Яна Леонтьева. Взрыв метро Стамбула. Кто его организовал и зачем? Версии произошедшего. Медвежья услуга. Кто препятствует успеху антитеррористической операции в Сирии? Асад поделился с журналистами своими соображениями. Продукты размышлений. В список запрещенных турецких товаров не попали лимоны, орехи и рыба. Их так расчувствовался. Цукерберг сообщил о рождении дочери и пообещал отдать 99% акций Фейсбука на благотворительность. В Турции сейчас тревожная обстановка. Полиция расследует взрыв в Стамбуле. Виновных не нашли, но уже есть подозрение, что за всем этим стоит группировка «Исламское государство». И на фоне громких заявлений, приходящих из США и Сирии, это предположение имеет все больше оснований. За ситуацией в самой Сирии. Вокруг нее следит Михаил Федотов. Он в прямом эфире. Миша, вот давай все по порядку. Для начала, как проходит расследование Стамбульского взрыва? Уже известно, чьих рук это дело? Яна, несмотря на то, что турецкой полиции уже известны приметы подозреваемого, их сообщили очевидцы, которые видели преступника, убегающего с места происшествия, Поймать его, вероятно, будет непросто. Слишком много людей в многомиллионном Стамбуле может попадать под следующее описание. На вид мужчине 28 лет, без бороды, был одет в черную куртку, серые штаны и красные кроссовки. Самодельная бомба, я напомню, сработала накануне в 100 метрах от станции метро на эстакаде. Пострадали пятеро человек. Сведений о том, есть ли средних россияне, пока нет. Турецкие спецслужбы предполагают, что целью преступников был автобус с полицейским спецназом, который должен был проезжать по эстакаде. Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна из группировок, однако не исключено, что это дело рук террористов из запрещенного в России исламского государства. Турция, как отметил министр обороны США, выступая сегодня в Конгрессе, не прикладывает достаточных усилий для борьбы с боевиками и плохо контролирует свою границу с Сирией. Это, по мнению Эштона Картера, и позволяет экстремистам просачиваться через кордоны и совершать провокации. Подобное точно случилось в Стамбуле. О роли Турции в борьбе, вернее, в опосредованной поддержке ИГИЛ, высказался и президент Сирии. В интервью чешскому телевидению Башар Асад подтвердил, что снабжение боевиков деньгами и оружием идет именно через эту страну. И для того, чтобы победить террористов, необходимо обрубить каналы финансирования, созданные при поддержке Саудовской Аравии и Катара. Яна. Хайл, вот с вашего позволения я вернусь к тому, что сейчас больше всего обсуждают наши сограждане. Это санкции против Турции. Вот стало известно, что в список запрещенки не попали лимоны, орехи и рыба. Почему? Ну это вполне логично, что в санкционный список не попали лимоны, орехи и рыба. Дело в том, что заменить их просто нечем, поскольку Турция поставляет на наш рынок до 90% этих продуктов. А вот цитрусовые помидоры, цветную капусту, брокколи, абрикосы и клубнику будут завозить из других стран. Розничные сети уже налаживают контакты с Марокко, Израилем, Египтом, Пакистаном, Аргентиной, Сербией и Перу. Для того, чтобы оградить себя от турецкого импорта через Белоруссию, 7 декабря на границе с ней вводится специальный фитосанитарный контроль. Меры это вынуждены, потому что только в этом гаджере соседнее государство к нам более 400 раз пытались завести продукты с поддельными сертификатами качества. Ну и добавлю также, что все эти ограничительные меры, считают Минсельхозы, не должны привести к росту цен. Ну, нам бы такой уверенности, Анна. Ну, как говорится, поживем, увидим. Спасибо, это был Михаил Федотов с последней информацией о ситуации в Турции и вокруг нее. НАТО ответит военными действиями на гибридные угрозы. Такое решение приняли главы МИД стран Альянса на встрече в Брюсселе. Генсек организации Йенс Толтенберг отметил, что под гибридными вызовами подразумеваются ситуации, когда, цитата, сразу не ясно, война это или еще мир. В таких нападениях, по его словам, используются дезинформация, обман, тайные рации и кибератаки. При этом Столтенберг заявил, что эти угрозы не связаны ни с одной конкретно страной. Также в НАТО подтвердили, что будут обеспечивать безопасность Турции. Причем в Альянте подчеркивают, что к инциденту со сбитым российским бомбардировщиком это решение не имеет никакого отношения. Великобритания заявила, что готова разместить на турецкой базе, недалеко от границы Сирии, свои самолеты. На ней уже присутствует контингент США. И там же в Брюсселе министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер высказался за возобновление работы Совета Россия-НАТО. Его деятельность была прекращена год назад из-за украинского кризиса. По мнению дипломата, военные обеих сторон должны использовать все возможности для обмена информацией во избежание рисков. Пентагон отправит на Ближний Восток дополнительные отряды спецназа. Об этом заявил глава оборонного ведомства США Эштон Картер. Речь и об особых подразделениях быстрого реагирования. Точное число бойцов держат в секрете, однако известны страны, в которых будут действовать американские военнослужащие. Это Ирак и Сирия. В начале ноября мы усилили авиационную группировку на базе НАТО в Турции. Боевая авиация, получая от разведки самую точную информацию, смогла значительно увеличить эффективность ударов по боевикам ИГИЛ. Чтобы не упустить момент, президентам США было принято решение направить в регион дополнительные силы оперативного реагирования, которые будут бороться с экстремистами на земле. Спецназ будет освобождать заложников и охотиться на полевых командиров террористов. Также подразделения призваны помогать иракской армии и бойцам ополчения. На это уже жестко отреагировали в Багдаде. Премьер-министр заявил, что страна не нуждается в использовании иностранных сухопутных войск. Более того, он подчеркнул, что любая военная операция должна проводиться только при согласии иракского правительства. Правительство лишило Межгосударственный авиационный комитет полномочий по сертификации самолетов. В прямом эфире к нам присоединяется Денис Таллаев, деловые новости. Денис, что не так было в работе ведомства? Яна, скажем так, объективность МАКа вызывала сильные сомнения. Большой вопрос к работе Межгосударственного авиационного комитета появился месяц назад. Тогда комитет вдруг отозвал сертификат типа у самолета Boeing 737, объясняя это проблемами безопасности. Если бы эти самолеты перестали летать в России, то по некоторым расчетам остановилась бы работа половины российских авиакомпаний. Но принять такое решение может только Росавиация. Она с выводами МАКа не согласилась. Вместе с тем выращал на себя совпадение. Глава МАК Татьяна Анодина, мать Александра Плешакова, крупнейшего акционера ТрансАэра, у которой за неделю до этих событий отозвали лицензию. И вот сегодня правительство своим постановлением лишило МАК функции по сертификации самолетов, двигателей, воздушных винтов и аэродромов. Этим теперь займутся Минтранс, Минпромторг и Росавиация. На азиатских биржах четкой линии поведения нет, игроки реагируют на местные новости и все вместе размышляют, как на повышение ставок Федрезерва повлияет то, что активность в промсекторе США упала в ноябре до минимума с июня 2009-го. Наши ММВБ и РТС сегодня открылись в скромном плюсе. Доллар на межбанке в эти минуты 66,73, евро 70,81. Российские туроператоры не получат компенсацию от государства из-за закрытия турецкого направления. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, наши туристы сейчас возвращаются из Турции в плановом режиме, новых продаж туда нет, а потому нет и прямых убытков для турфирм. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламид заговорила, что потери туркомпании в ситуации с Турцией несколько меньше, чем с Египтом и составляют несколько сотен миллионов рублей. Яна, об экономике пока все. Спасибо, Денис Толлаев с экономическим обзором. В Ростове-на-Дону несколько десятков человек оказались в бедственном положении. Они живут в бывших царских конюшнях, которые буквально разваливаются на глазах. Тем не менее, ветхие бараки, в которых нет ни отопления, ни газа, ни канализации, приходится опять готовить к зимним морозам, потому что чиновники не торопятся предоставлять людям новое жилье, положенное по закону. Святослав Гордин продолжит. Деревянные шпалы, обложенные кирпичом, бараки, позже ставшие многоквартирными домами, их строили при императоре Александре Третьем. Говорят, здесь были царские конюшни, где сейчас живут не лошади, а люди. Нет центрального отопления и газа. Туалеты на улице. Галина Швиченко, для всех она баба Галя, живет здесь больше 40 лет. Крыши отсюда бегали, бегали, а я взяла и заткнула. Глянь-то, туда и туда. Спать баба Галя ложится в одежде и обуви. В доме холодно, нужен уголь на зиму. Старая печь треснула. Своими силами уже не поправить. Говорит, однажды в одном чиновничьем кабинете ей предложили взять ипотеку. Я плачу, 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 плачу. Прошу, прошу всех боженек. Ничего. У железнодорожника Александра Титова есть стул и кровать в комнате без окна. Десять шагов от стены до стены. Свет, это мой вот, свечка. Потому что свет вырубили давно еще. Лампа, которая не горит. Печь, которая не греет. Да как я могу топить ее, когда я здесь... Я же угорю здесь. Суд встал на его сторону, решив, что Александру положено новое изолированное жилье площадью не менее чем 13 квадратных метров. Документ есть, квартиры нет. Неизвестно, когда кто будет с нами за нас браться. И когда выйдут квартиры, непонятно. Еще в прошлом году люди должны были уехать отсюда. Но не в новые квартиры, а во временное жилье. Маневренный фонд, где можно переждать. В районной администрации уверяют, жители сами отказываются от такого переезда. Боятся, что их обманут. Людям необходимо писать заявление, сварать пакет документов, и мы их будем отселять в маневренный фонд. Открывается дверь, а за ней и вот такой вид. Говорят, что мусор сюда привозят самосвалами. Причем водители либо не знают, что вот здесь люди живут, либо им все равно. Мы снимали здесь 4 года назад, и как кажется, за это время тут мало что изменилось. Правда, тогда лежал снег, и было куда холоднее. Повело пол и повело стены. То есть за счет этого, то есть уже стекло бесполезно оставлять. В городской программе переселения бывшие конюшни должны быть расселены к 2017 году. По закону, если старые дома не выдержат и рухнут к тому моменту, за это будут отвечать управляющие компании. Святослав Гордин, Сергей Смирнов, Александр Боровков и Александр Новиков. Телекомпонент НТВ. Ростов-на-Дону. Сборная команда шести петербургских вузов готовится принять участие в престижных международных гонках. Они считаются аналогом Формулы-1. Болиды, на которых студентам предстоит мчаться с головокружительной скоростью, нужно было им самим и создать практически с нуля. Для этого в Санкт-Петербурге 18 человек работали почти год, и вот теперь с гордостью представляют результат своих трудов. Николай Булкин посмотрел автохендмейд. Презентация в университете под стать шоу на престижном автосалоне УНА. Новый отечественный автомобиль творения российских студентов. Правда, не для обычных дорог, для гоночных трасс. На создание этого гоночного болида в Политехническом университете ушло больше года. За это время студенческий коллектив, который работал над проектом, превратился, по сути, в маленькую автомобильную компанию, где не только придумали, но и, что важно, спроектировали, а потом еще и изготовили эту машину. Когда создают что-то свое, важны оригинальные идеи. А у студентов их, как ни у кого другого, должно быть много. Так что ноу-хау здесь и в материалах, и в инженерных решениях, и в дизайне. Что касается подвески, впуска, это, естественно, это все именно наши разработки. Именно фантазия наших студентов. Отметил бы впускную нашу систему, которую мы делали, полностью тоже, опять же, проектировали собственными силами. И здесь используется материал полиамид, сделана она методом СЛС-выращивания. Делали мы здесь, опять же, в Политехническом университете это все. Формула студент – это когда десятки команд из разных университетов мира сами создают болиды, а потом на них же устраивают гонки. Николай – вот пилот-испытатель. Практически, как карта, но очень побольше. Мотор мощный, то есть чувствуется приход мощности именно в спину. То есть это дает хорошо. Впрочем, прежде всего, это престижные соревнования студентов-инженеров. Ведь проект болиды – это на 95% техническая документация с сотнями чертежей. Может быть, конструкторская документация, как вы можете увидеть, стандартная. Любое предприятие может изготовить эту деталь без лишних вопросов. По готовности всей документации можно, наверное, трилогию выпустить. Три сборника по 500 страниц. Кембридж, Штургард, Университет Граца. Вузы, где уже давно появились такие автомастерские. Каждому проекту прилагается еще и бизнес-план. Студенты убеждают – такой спорткар нужно покупать для гонок. Так, российский болид «Уна» получился по стоимости 3 миллиона рублей. Но могут предложить ей по бюджетной комплектацию. Записываемся на тест-драйв. Так. Сам я должен найти педали, правильно? Да. Или вы что-то инновационное придумали? Нет. Нет. Ага. Гидроусилителем. Гидроусилителем. Ага. Правильно. Создатели уверяют – разгон до сотни километров за 3 секунды. Но именно сейчас машину не тестируют. Ее еще нужно немного доработать. Главному стару. Так что поверим на слово и дождемся результатов международных гонок. Николай Булкин, Виктор Худи, Тимур Зеленков, НТВ, Санкт-Петербург. Марк Цукерберг в студенческие годы тоже совершил прорыв, создав самую известную соцсеть – Facebook и став миллиардером. А сегодня он пообещал попрощаться с 99% акций своей компании, отдать их на благотворительность. На это основателя крупнейшей соцсети сподвигло появление на свет первенца. В трогательном послании на своей страничке Цукерберг с супругой Присциллой Чан объявили миру о рождении дочери Макс. Обращаясь к ней, счастливые родители написали «Ты дала нам повод задуматься о том, в каком мире ты будешь жить. Мы надеемся, что мир, в котором ты вырастешь, будет лучше, чем наш сегодняшний». За несколько часов этот пост набрал около миллиона лайков. С рождением малышки супругов поздравили множество знаменитостей – от Шакиры до Арнольда Шварценеггера. Сам же основатель Фейсбука пообещал, что будет рассказывать о Макс, как только жизнь войдет в привычное русло. Пока это все новости. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok